Китайский садовод Бо Чун Лоу гулял по своим владениям и наступил на большой камень. Когда он нагнулся, чтобы рассмотреть его, был крайне озадачен, ведь булыжник покрывали волосы. Находка показалась такой необычной для фермера, что он отнес камень домой и положил его на полку в качестве декора. Через несколько дней Бо заметил, что волосы на камне стали длиннее. Это напугало фермера, и он решил обратиться к ученым. Геологи, которые изучили находку, сделали любопытное заявление, Бо нашел вовсе не камень, а древнее насекомое. Когда-то, тысячи лет назад, такие существа жили на дне океанов и питались планктоном. До волнительной находки фермеры ученые находили, лишь окаменелые останки таких созданий, но не полуживых. Никто не знает, как насекомое оказалось на ферме, стоит лишь полагать, что когда-то там был океан. Ученые сказали фермеру, что его дом — это не совсем подходящие условия для сохранения редкого существа и попросили передать образец в музей. Бо с радостью согласился избавиться от странного камня с растущими волосами. Кстати о цене. Насекомое оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов. Однако история умалчивает, смог ли чунлу заработать на камне или отдал его безвозмездно. Сейчас редкое доисторическое насекомое живет в музее Тайваня, где находятся еще два похожих образца. Ученые относят их к классу неизвестной живой природы, потому что они еще не изучены до конца. Согласитесь, что удивительное всегда находится рядом, и каждый из нас может сделать поразительное открытие, просто выйдя из дома. И это не единичный случай, когда фермеры делают важные археологические открытия. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.